Главный вопрос на повестке дня последнего заседания Городской Думы в этом году – принятие бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. Для составления документа в этот раз использовался программно-целевой метод. Все средства будут распределены между 15 программами. Это позволило четко прописать, какие средства на что должны идти и как расходоваться. Параметры бюджета составят по годам, по доходам 5 млрд 498,9 млн рублей, 5 млрд 423,4 млн рублей и 5 млрд 312,6 млн рублей. Финансово-казначейское управление администрации выдало положительное заключение о составленном бюджете. Глава города отмечает, что все получилось не идеально. На выделение денег на благоустройство скверов сейчас и в городе 18, строки расходов нет. Стоит, отмечает Вячеслав Сверчков, задуматься о создании подпрограммы для выделения средств. В соседнем Владимире на сквере тратят 50 млн, у нас всего 19. И снова предмет для дискуссий – точечная застройка. Повод – участок земли между улицей Громобой и Шереметьевским проспектом. Землю у муниципалитета инвестор купил, а строить ему там не дают, жители взбунтовались. Хотя первоначально находились те, кому стройка пришлась по душе. Когда требовалось публичное обсуждение данного вопроса, пришли на публичное слушание 3-5 человек. И не хочу обидеть, может быть, не с этого дома. И по документам все правильно. Но сегодня депутаты предлагают, давайте мы рассматриваем вопрос строительства около дома 112. Должно быть с этого дома как минимум 50% должно прийти. И пускай застройщик пройдет по подъездам, пускай спросит у людей, поставит номера квартир, подписи и так далее. Сделать сквер и назвать его введенским предлагают жители. Депутаты считают эту меру преждевременной. Ведь в суде идет рассмотрение производства застройщик компании «Олимп» против администрации. И неизвестно пока, как повернется дело. Если статус скверу придать, а суд вынесет постановление разрешить строительство, получится небывалый прецедент. Любой инвестор должен всегда ориентироваться и на интересы жителей. Если этот объект действительно интересен для города, интересен для жителей, то тогда он действительно имеет право на реализацию этого проекта. Если действительно есть какие-то проблемы, то я думаю, что все люди, достаточно жители нашего города, благоразумные люди, можно убедить, можно рассказать, можно представить этот проект. Я думаю, что это совершенно логично. По мнению главы администрации, опасения депутатов не оправдаются и участок улицы Громобоя официально станет введенским сквером.